Приветище! Это Гидронир и мы продолжаем наши шахтерские делишки. И не только. Сегодня мы доведем до совершенства наш конвейер по добыче руды, а также соорудим теплицу и небольшие грядочки для своего пропитания. Начнем с бура. Снимаем старый конвейер и ставим новый с сортировщиком. Его мы покупали в прошлой серии. Теперь демонтируем обычный сортировщик и сейчас будем проводить тест. Берем железо, кладем сюда, закидываем комок грязи в дробилку в надежде, что будет железо. И о чудо! Железо у нас отсортировывается. Наращиваем трубу и ставим еще один такой же конвейер с сортировщиком. Запускаем наш бур и смотрим, как все работает. Вот, золото идет. Все ништяк! Вырубаем бур и продолжаем наши манипуляции с конвейером. Здесь у нас будет сортировка золота. И вот уже сразу сортируется. Наращиваем снова трубу, ставим конвейер. И здесь, на этом обычном конвейере, я хочу запустить шлифовальню камней. Теперь все необработанные камни у нас будут обработаны. Ну и в конце обычный сортировщик. Он будет отсортировывать энергетические камни вот такие. В принципе, автоматизированный конвейер готов. Ну вот, собственно, и все. Конвейер мой собран, так как я его хотел. Железо в отдельный тазик. Золото в другой тазик. Необработанные камни шлифуются и становятся обработанными. И энергетические кристаллы отсеиваются также отдельно. Единственный минус это то, что на сортировщике застревают камни. Но не все. Так что система требует еще доработки. Я тут территорию немножечко прибрал. Привел в порядок. Остался последний штрих. Починить наш бур. Мы его пока что тормознем. И надо бы деньжать подзаработать. Сейчас мы из этого красотульку сделаем. Дело в том, что у меня тут обработался один камушек. Интересно. Я таких раньше не видел. Черный вот такой. Он называется Onyx. О, да он дорогой. Весит совсем чуть-чуть, но очень дорогой. Видать из-за того, что он редко встречается. Вот мы из него сейчас и колечко сделаем. Погреем наш слиточек. Я думаю, что на теплицу с грядками нам должно этого хватить. Ой, как он красивый получился-то, а? Зацени. Блин, где освещение-то, елки-палки? Вот. Такой темный, черный, готический. Мистер Скупщик, это кольцо достается вам. Гоните бабло. Ой, спасибо, как его много. Теперь едем за семенами для нашего огорода. Я даже и не знал, что у нас тут есть деревня аграрников, которая занимается исключительно выращиванием всякой растительности и прочими всякими фермерскими делишками. У них тут даже особый транспорт есть. Вот смотри, какой он страшный. Монстр этот. Гидрокомбайн. Собирает урожай и пересаживает семена. Представляешь? Но мы начнем с малого. Во-первых, мне надо семечки купить. Сейчас я побосики вытащу сперва. Ну ты посмотри, какой наш дед богатый. И в трусах. Я, конечно, пришел не в удачное время. Здравствуйте. Здравствуйте. Ночь сейчас на дворе. Но, тем не менее, тут торгуют. По-моему, я к вам шел. У вас тут куча всего интересного. А, блин. Им бабки-то мои нафиг не сдались. Вон, ну че. Вы особую монету принимаете, да? Вот это дела. Походу, придется квесты делать. Вот это я профанился. Ну надо же так, а. Просто взяли деда, прокинули с его грядками. А он хотел фермерством заняться там. Аграрничеством. Погоди, а это что у нас? Что у нас такое? Все-таки есть начальный сет для огородника. Чудесно, чудесно, великолепно. Значит, воспользуемся этим сетом. Возьмите мои бабки. А я вот семена куплю морковочные. Семена морковочные. А сколько тут семян всего? Одна семечка или несколько? Сколько семян-то покупать? Написали бы, что там, допустим, 100 семечек внутри. Вот помидорочки возьмем. Садовая лопатка, конечно. Нам же надо выкапывать ямочки, чтобы туда посадить. Серп для срезки урожая. Тоже нужно. Мельница измельчает овощи, создавая мешочки с семенами в зависимости от размера овощей. Вот, возьмем, чтобы мы свои собственные семена могли производить. Дальше. Кастрюля. Галина Бланка, буль-буль. Просто добавьте воды. Из этого же разряда. Добавьте воды, овощи и нагрейте, чтобы приготовить суп. Ну, не, пока не буду. Хотя нет. Можно и купить, чтобы потом несколько раз не кататься. Правильно же? Поварский нож. Хотя больше похоже на тесак. Нарежьте овощи, чтобы сморганить суп. То есть все для супа у нас есть теперь. И вот, вот печка. Обязательно печка нам нужна. На которой мы будем варить суп. И мисочка. Интересно, мисочка одноразовая или как? Давай я лучше... Ладно. По одному всего возьму, а потом, если что, приеду. Сколько у меня вышло? Привет. Че ты на меня смотришь? Я тут без тебя уже разобрался. Менеджмент по торговле, блин. Чудесно. Уже и утро наступило. Самое то, чтобы впахивать на своих грядках. А я вот приехал к тепличкам, значит, посмотреть. И... Обломись. Теплиц покупаются за фирменные монетки. Вот так вот она должна выглядеть. Она больше похожа на склеп, чем на теплицу. Очень стремная. Если честно. Надо еще на рынок заехать, кое-что прикупить. Мне нужен обычный вот такой вот стол. Можно его? Дайте мне стол обычный. Вот, деревянный стол. Блин, я же за него не заплатил. А меня все спрашивали. Что будет, если ты возьмешь товар и просто выбежишь из магазина? У меня просто его изымают. И бьют меня палкой по горбу. Также мне нужна еще стойка для инструментов. А то у меня там все валяется по полу. Так вот. Я же деньги забыл забрать оттуда. У аграрников. Походу, надо возвращаться. Блин. Эй, 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 ты, ты, ты. Ты мои деньги тут охранял, да? Спасибо тебе. Спасибо. А то я уж чуть ли там. Сердечный приступ не заработал. Вот. Вот мои бабки. Они у меня есть. Не смотри на меня так. Я просто пару раз ошибся, вынося вещи без оплаты. Стол. Притарабанил. А нет, это я стойку приторяю. Стол. Обязательно нужен. Вот со стойкой я даже не знаю. Тут раз, два, три, четыре инструмента же помещается. Может быть и побольше стойчик взять. Значит, столик. Вот так вот. Вот вставай. Стойка для инструментов. Возле дома, конечно же. Отлично. Тут место даже для двух. Прям как надо. Итак. Лопата первого уровня. Тупая лопата. Кладу ее. А как ее вообще теперь положить сюда? О! Прикольно. Мне это нравится. Единственное, я бы только двери закрыл. И вот эту лопату. Вот сюда вот. В дальний уголок, так сказать, убрал бы. Потому что на первого уровня. Нафига она мне там? Вот эту лопату сюда. Второго уровня. Грабли второго уровня тоже сюда. Что насчет пилы? Сюда поместится? Поместится, ништяк. Строительный молоток. Ну, пусть тут будет. Палка с магнитом. Интересно, можно ее сюда положить? О! Четко. И лупа. Ну, лупа, скорее всего, тут ничего с ней. Ха-ха, поставилась. Ну, здорово. А нафига я тогда стол покупал? Чтобы на него бумажки всякие класть. Типа так вот. Ну вот. Теперь все нормальненько. Человеческий вид. Единственное, с трубами там теперь остается разобраться. Но об этом потом. Иду дрыхнуть. Я заслужил отдых. О, там моя челка справа внизу. Это ж я там стою. Выходит, что я душой сплю, а тело стоит. Начнем нашу аграрскую жизнь. Ой, как это мило. Ну, прям реклама какая-то. Морковки. Реклама помидорок. Фильм ужасов. Серб и седой дед. Скоро в кинотеатрах. Картофельный ассасин. Когда лопатка в земле. Блин, ну дед реально лопату держит, как будто он маньячела. И хочет кого-то зарубить ей. А нам всего лишь лунку нужно покопать. Печку заказывали. Меня всегда прикалывало, как наш дед таскает крупногабаритный груз в своих руках. Вот эта штука жутко выглядит, я тебе хочу сказать. Туда пальцы засунешь, мало не покажется. Ты знаешь, зачем в тесаке, в тесаке, вот эта вот дырочка. Для того, чтобы этот тесак повесить на крючочек. Ну что, я все вроде бы вытащил. С чем начать? Наверное, с выкапывания грядочки. Как это вообще будет происходить, если честно, даже не понимаю. Сперва надо грябли взять. Грябли. И грябли дальше. Без гряблей вообще никак. Так, мы сейчас тут сделаем себе участочек небольшой. Типа вот. Как-то это слишком глубоко получается, но ничего страшного. Угу. Вроде неплохо. Вот, это наша грядочка будет. В углублении. Так. Теперь берем и копаем. Вот, вот тут вот как-то. А, то есть мы можем выкопать и закопать. Это очень здорово. Равномерно делаем несколько штук. И проверяем, сколько семян в пакетике. Ну-ка. Раз. Да вы издеваетесь. В одном пакетике одна семечка? Серьезно? Мне нужно будет сейчас за добавкой еще съездить. Грядка помидорок вот тут будет. Ох, какие высокие томаты у нас вырасти должны. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как-то грядок под помидорок больше получилось. Ох уж эта техника. Слабость у меня на нее. Дай-ка я взгляну. Дай-ка я взгляну. Гидроцикл. Всего шестьсот восемьдесят. Еще и гидрокатонку. Блин, у меня денег хватает, чтобы это все купить. Я хочу гидроцикл. Вот прям вот сейчас, наверное, возьму его и куплю. Деньги сюда класть, да? Подожди. А это? Я думал, что гидроцикл будет с корзиной. Как мне все возить-то в нем? Как мне все в гидроцикле возить? Здесь, что ли? Ну-ка, садимся. Ёлки-палки! Какой я суровый дед на гидраче, а? Ну вообще, и бабки еще сзади. Все бабульки будут на деревне моей. Поехали. Аwhat? А вот это? Продолжение следует... 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 Во, да. Там, где сухое, надо поливать. Было бы неплохо не с ведра, а со шлангочкой. Или лейку какую-нибудь. Вроде бы все огонь. Ждем, когда все подрастет. А с кастрюли можно воду как-то вычерпать? Ну, кастрюля падает, конечно, с таким звуком. Как будто в гон кто-то бьет. Думаю, что можно идти дрыхнуть. Добрый всем ночи. Блин, опять стою где-то там справа внизу. На кровать смотрю или на то, как я сплю. Доброе утро. Я выспался. Что там у меня на огородике? Огородик, огородик, огородик. Блин, ну ты посмотри на это, а. Наш дедок со своим огородом. Красота. У меня тут уже кое-что подсушило, надо полить. Сейчас за водичек схожу. Я там, кстати, оросители видел есть. Они сами бы поливали мне грядки, но они за фермерскую валюту покупаются. У меня ее еще пока что нет, к сожалению. Поэтому придется справляться ведрышком. Ну что ж, на сегодня это все. Уверен, что в следующей серии у нас уже будет первый сбор урожая. Поэтому, если ты не хочешь его пропустить, то ставь лайк под видео и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить этого ролика. Так что до встречи. Помидорка выросла. Помидорка выросла.